Утро сегодняшнего дня для 15 работников Северского трубного завода было волнительным. И не потому, что впервые предстоит покорить вершину в 1569 метров над уровнем моря, а потому что за их восхождением на эту высоту будет наблюдать 6000-й коллектив северских трубников, а по сути вся трубная металлургическая компания. Покорение самой высокой вершины Свердловской области – это подарок 15-летию ТМК. Молодые рабочие готовы к восхождению, специальное снаряжение, продукты питания, но и, конечно, доктор со своей заветной аптечкой. Что может вообще произойти в горах? Ну, в первую очередь, это может быть давлением проблемы у человека. То есть повысится, понизится давление может. Там различные, ногу подвернуть, упасть, обморожение. Скажите, а Вы сами в первый раз в походе? В таком походе я первый раз. Первый раз. Ну, как настроение? Пока настроение хорошее, погода лечебно не подходит. Как Вы думаете, пригодится нам эта аптечка? Надеюсь, что она не пригодится, мы ее открывать даже не будем. Столь серьезному решению водрузить флаг ТМК и СТЗ предшествовали серьезные совещания. Нужно было разработать маршрут, определиться со стоянкой у подножия Канжаковского камня. А маршрут будет состоять из двух участков. Вначале придется пройти лесным массивом, по трудной тропе, по весеннему, тяжелому снегу, до лагеря северских отважных туристов. Второй этап нашего путешествия будет заключаться в подъеме от базового лагеря с отметки примерно 900 метров над уровнем моря на вершину Канжаковского камня, которая составляет у нас 1569 метров над уровнем моря. У нас подъем будет составлять 700 метров по вертикали. Это примерно на 7 километров пути. Это серьезное испытание. Канжаковский камень – это гора, представляющая собой наивысшую точку Уральских гор в Свердловской области. В нижней части горные склоны, покрыты хвойными лесами. Чуть выше тайгу сменяет леса тундра. На высоте примерно 1000 метров начинается горная тундра и россыпи камней Курумы. Вершина камня даже летом покрыта слоем снега. Так что наши отважные проговорили об одежде, чтобы не замерзнуть. Компас на Канжаке довольно неустойчив. В ориентировании можно полагаться на GPS. В общем, если было решено покорить гору, то экстремальность в той или иной степени заводчанам будет обеспечена. Но настроение у всех отлично. Тут уже выясняется, что у руководителя марафона 15 сегодня день рождения. Елена Андреевна, ваш капитан. Она, конечно, очень скромничает, но у нас такое будет поздравление. Тоже очень скромное. Давайте три раза ее поздравим. Хорошо? Три, четыре. Поздравляем! 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 Итак, наши отважные парни и девчата своеобразно отметят 15 лет ТМК. Путешествие займет пять дней. Прямые включения о восхождении полевчан мы увидим на празднике у Северской домны. Мероприятие состоится 15 апреля в 15 часов 15 минут. Пожелаем идущим за туманом успешного восхождения! Ольга Фролова, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.